Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля и по просьбе зрителей я сейчас назову, какие сорта я не побоялась высадить в открытый грунт. То есть вот там вот под белой простынью, под нетканкой, у меня уже высажены томаты на постоянное место. А какие сорта я все-таки не высаживаю и почему, объясню тоже. Конечно, в самую первую очередь, даже если у нас теплая погода, даже если все предрасполагает к высадке, в самую первую очередь я выкидываю на улицу только те сорта, в которых я уверена, которые я когда-то уже выращивала, вот так в ранние сроки, в холодных условиях. Особенно те, которые у меня выращивались в тоннелях, вот для массового, ну как было массовое, когда выращивание рассады, они все у меня уже проверены, перепроверены. То есть высадила я, я сейчас прямо назову по сортам, там половину грядки толстоногих, те, на которых я на 100% могу положиться. Это Клуша, это Настя, это Батяня, потом Демидов и Сибирский Скороспелый и ранние 83. Вот эти сорта я высадила не раздумываясь, туда же еще добавила Бетту, которая показалась мне, что это не Бетта, и Чудо-Лентяя. Их я выращиваю впервые, они у меня куплены в магазине, высадила на пробу в теплицу по несколько штук, а остаток высадила сюда, потому что мне все равно их девать некуда. Дальше, вторую половину гряды, потому что у меня этих же мало, я не могу такую огромную грядку высадить, ну всякими вот этими меленькими, штамбовыми. Вторую половину я начала высаживать уже солидные такие томаты, но почти все они сибирской селекции, и все я их уже когда-то испытывала, выращивала в открытом грунте, и знаю, что они по сравнению с другими более-менее выносливые. Это Алый Мустанг, Чудо-Сада, Орлиный Кубок, ой, Рубиновый Кубок, Орлиное Сердце, Золотые Купола, Инна, Кенигсберг, Красный, все они относятся к крупноплодным, тут же у меня Чудо-Земли, Медовый, Ботяня, Король Лондон. Все эти томаты я до этого выращивала в открытом грунте, и, конечно, у нас в сибирском регионе условия, они не очень, как бы не тепличные условия, все они выращивались в открытом грунте у меня с успехом, поэтому я осмелилась, высадила их рано. А вот это вот зеленое море, которое стоит, эти томаты я начала закаливать перед тем, как высаживать в открытый грунт. Конечно, я не осмелилась бы никогда, и вот не могу осмелиться, и до сих пор высадить сейчас в открытый грунт, например, черных принцев, которых я собрала по несколько семечек, вот от таких от отзывчивых моих зрителей, которые прислали мне на испытания. Конечно, я не осмелюсь высадить козулу, которую мне с Латвии прислала Ивета Соло, которая досталась мне с большим трудом, у нас, ну так как, у нас в магазинах она не продается. И по таким, по очень хорошим отзывам, по многочисленным, я захотела ее посмотреть, развести. И так как у меня семена в ограниченном количестве, это не мои, конечно, не выкину я ее никогда на улицу. И вот как вы поняли, что все-таки, производя, вот, практикую вот такую раннюю высадку томатов, я все равно подхожу к этому осознанно. Если у меня таких томатов мало, если я хочу, если это новинка, если я не знаю, что от него ожидать, может быть, я его высажу, он на второй день погибнет, конечно, никогда в жизни я не выкину рано его в открытый грунт. Я буду вот так с ним мучиться, буду выставлять его, закаливать, будет холодно, я буду назад заносить. Потом он у меня будет на растолщении, на разжирении, все эти этапы он пройдет, но высажу я его, конечно, в более поздние сроки. Ну а сибиряки, на которых я уже могу положиться, надеюсь, на которых я без всяких колебаний высадила. Сейчас я вам покажу, подойду поближе, покажу, как выглядит Настенька и Демидов, которые у меня посеяны для открытого грунта, для высадки в традиционные сроки, то есть начало июня. Все это огромное море томатов, которые я вам издалека показывала, они уже большенькие, это, конечно, или для высадки вот в теплицу, или для высадки чуть пораньше под пленочку. А вот эти томаты, вот видите, это тоже Настенька. Я показывала вам в теплице, какая огромная там Настенька и какая здесь. Это Настенька, посеянная в обычные сроки, в традиционные для сибирского региона, и приготовленная для высадки в открытый грунт тоже в наши стандартные сроки, то есть с 1 по 10 июня. У меня просили показать, что покажите у вас все томаты такие большие, у меня маленькие. Вот для открытого грунта у меня она вот такая. У нее 3-4 настоящих листа, но вы представьте, она еще целый месяц должна сидеть в рассаде. Возможно, она еще пройдет этап перевалки с 200-граммового стаканчика в 500-граммовый стаканчик. Она будет помаленьку сама разрастаться, корневую систему будет увеличивать. Но вот в данный период, например, на конец апреля, рассада для открытого грунта, она и должна выглядеть вот так, когда без всяких заморочек, если вы не хотите там ее, что-то с ней делать пораньше под пленку, или там с какими-то с утепляющими элементами, чтобы без хлопот, без забот, без хлопот, тогда рассада выглядит для открытого грунта вот так маленькая. Сейчас покажу, как выглядит Настенька в теплице. Ну и вот, та же самая Настенька, но посеянная более рано, и она для выращивания в теплице. Видите, она уже тоже скоро зацветет. Вот, у нее такие, и сама она высокая, и лист больше. Конечно, и размеры, и внешний вид рассады напрямую зависят от срока посева и от того, для чего вы ее сеяли, для каких условий выращивания, или для ранней высадки в теплицу, или для поздней высадки просто в открытый грунт, голенькую. Субтитры создавал DimaTorzok